Всем привет! Привет! В эфире первый летний выпуск программы «Новости в деталях». Ура! Каникулы! Это программа для тех, кто хочет отдохнуть от школьных учебников и насладиться летним отдыхом. Вас ждет много интересной информации. Итак, стартуем! Виталий, какое твое любимое время года? Ты думаешь, что я тебя обижу, что мне нравится лето? Ну да, а что? Лето – это, конечно, хорошо, но мне больше нравится зима. Почему зима? Снег, катание на лыжах, может с ветерком прокатиться по ледовому катку. Супер! Хотя зимой я всегда думаю о лете. Значит, лето – тоже твое любимое время года. А вот мне больше всего нравится лето – целых три месяца в каникул. Знаменитые киногерои Васечкин и Петров говорили – каникулы нужны за тем, чтобы отдохнуть. Говорят, как встретишь каникулы, так их и проведешь. Значит, для крымских школьников это лето будет интересное, потому что встретили они его очень весело. Давайте посмотрим, как это было. Кубанский школьник Украинка устроили настоящий праздник. Какой будет летний отдых для городских школьников? Куда они отправятся? Мы очень тщательно готовимся к проведению школьного отдыха наших маленьких крымчан. К 1 июня у нас откроются 20 детских спортивных и дворовых площадок, на которые будут работать сами дети и организовывать свой отдых. За это они будут получать заработную плату и таким образом окажут родительную помощь в подготовке к школе. Кроме того, мы проводим массу соревнований между этими детскими площадками. Я думаю, что отдых будет очень интересным и познавательным. Летний отдых – долгожданная пора для школьников. О планах сегодняшних выпусков узнали наши корреспонденты. Мы переходим в пятый класс и это очень волнительно. Но об этом мы будем задумываться попозже, потому что летом мы будем отдыхать. Впереди летняя пора. Для кого-то из школьников она станет началом пути во взрослую жизнь. А для кого-то – просто долгожданным отдыхом. Но только не для корреспондентов школы телевидения. Они неустанно продолжают искать для вас новые информационные поводы. Александра Климаковская, Александр Недобежкин, телерадиокомпания «Крымский экран». Увлекательным квестом завершилось празднование последнего звонка в Крымске. Выпускникам четвертых классов, разделившись на команды, предстояло пройти 15 станций. Ребят проверили на ловкость, внимание и, конечно же, знание сказок. Какая сказочная женщина. Сказочная женщина. Ты на чем? Баба-яга. Баба-яга, молодец, конечно. Проверили ребят и на знание полезных продуктов и правил гигиены. Станцию здоровья мальчишки и девчонки прошли на ура. Юному велосипедисту можно выезжать на дорогу. 16, 14, 12, 10. 14, 14, 16, 14. По итогам квеста определили победителей. Самыми ловкими оказались команды школы номер 12 и 20. Ну, погоди. В награду за первое место ребятам досталась поездка в сафари-парк в Геленджике. Второе место завоевала команда «Пламя». На летних каникулах они отправятся в старый парк в поселке Кабардинка. Обладателями третьего призового места стала команда школы номер 36 и 44 «Радуга». Школьники посетят планетарий в городе Новороссийске. Счастливыми, веселыми, с грамотами и подарками юные крымчане отправились на долгожданные каникулы. Праздники закончились, но каникулы только начинаются. Давайте оставим дома планшеты и насладимся прогулками на свежем воздухе. Я даже знаю, где это можно сделать. Наши юные корреспонденты помогут нам рассказать. Как можно хорошо провести время или просто отдохнуть в маленьком городе Крымск? Можно предложить прогулки по парку. А если устали, посидеть на лавочках и подышать свежим воздухом. Также в парке есть множество различных аттракционов на любой вкус и возраст. Еще в Крымске проходят множество различных спортивных турниров. Если хочешь поучаствовать в одном из них, записывайся в спортивную школу или приходи на одну из 20 спортивных площадок и тренируйся. Также в нашем городе есть великолепный кинотеатр. В нем каждую неделю показывают интересные фильмы. А для любителей активного отдыха можно предложить поездки на море, походы в лес, посещение конно-спортивного комплекса. Если вам надоело лежать отдыхать, то в любое время можно записаться в лагерь на базе детского биологического центра. В лагере проводятся различные конкурсы и игры. А также вожатые лагеря устраивают веселую зарядку. Психологи проводят беседы о здоровом образе жизни и каждый день угощают мороженым. Дети периодически выезжают за город на осмотр разных достопримечательностей. Даже в маленьком городе возможно найти достойное и интересное место занятости на время летних каникул. Во время каникул в каждой школе летние лагеря ждут своих гостей. Здесь каждый ребенок найдет занятия по душе. Общение с друзьями, всевозможные экскурсии и походы, спортивные мероприятия. Все это намного лучше, чем провести все лето за компьютером. Детям на память останутся яркие воспоминания, а родители будут спокойны за своих чад. Если вы хотите весело использовать и провести время на каникулах, то школьный лагерь ждет вас. Там вы не только получите заряд положительных эмоций, но и сможете замечательно отдохнуть. В лагере проходят различные конкурсы и праздники. Также организуются поездки на природу, за город и, конечно же, в цирк. Помимо всего прочего, предлагается вкусное и сбалансированное питание. Несколько часов проведенных в лагере, и ребенок узнал много нового и интересного. Здесь каждый находит себе занятия по душе. В школьной столовой особое внимание уделяется питанию. Там дают свежие фрукты, овощи, разные каши, супы и, конечно, десерты. Отправляя нас в лагерь, родители будут спокойны за наше здоровье. Ведь здоровье нашей нации – задача нашего государства. Как здорово, что крымским детям есть где с пользой и здорово провести время. А чего ты так загадочно улыбаешься? Вспомнила наш отдых в Орленке. Так вы же там участвовали в семинарах. И в семинарах участвовали, и отдыхали. В Орленке атмосфера классная. У нас есть репортаж на эту тему. Есть на карте место, где главное не взрослые, а дети, где все подчинено их интересам, где считаются с их взглядами и уважают их мнение. Этот необычный для современного мира город расположился на берегу Голубой бухты Черного моря. Он имеет богатую полувековую историю и гордо зовется Орленок. И сейчас мы отправимся туда, в эти уникальные места, где совсем недавно побывали наши юные корреспонденты. Детский лагерь «Солнечный» – самый первый из всех лагерей. До начала 90-х романтической приметой лагеря были брезентовые палатки. А вот сейчас «Солнечный» – это уютные коттеджи. Также у лагеря «Солнечный» есть свой талисман – солнышко, которое улыбается всем, кто приходит поздороваться с ним. «Солнечный» – это лагерь с неповторимым колоритом, особыми традициями, легендами о заповедных местах, историями о событиях и о людях. Своё название он получил в годы начала отсчёта космической эры. Тогда же в «Звёздном» побывал космонавт планеты Юрий Гагарин. В стремительном потоке творческого поиска закрутит ребят лагерь «Стремительный». С 1965 года и по сегодняшний день летом и зимой в стенах лагеря «Детский актив страны». Лагерь «Стремительный» помогает ребятам осмыслить историческое прошлое страны и задуматься о завтрашнем дне. На крутых горных скалах среди тенистых платанов и дубов спрятались небольшие домики. Это лагерь «Тозорный» – единственная в мире детская пограничная застава. Атрибуты пограничной службы, архитектуры и природное окружение – всё говорит о подлинной жизни настоящего пограничника. Детский лагерь «Штормовой» пришвартовался к пирсу «Орлёнка» в 1966 году. Своё название он получил в честь торожевого корабля «Шторм», воевавшего в годы Великой Отечественной войны. В «Штормовом» всё как на настоящем корабле. Кубрики и кают-компании, камбус и верхняя палуба. Вахтерный журнал и настоящая рында. Олимпийский – самый молодой лагерь «Орлёнка». В нём всё напоминает о греческой мифологии и древней Элладе. Своё имя лагерь получил в честь Московской Олимпиады 1980 года. Здесь орлята активно занимаются спортом и туризмом, изучают историю олимпийского движения от древности до наших дней. Детский лагерь «Комсомольский» расположен на самом берегу моря. Он был открыт в 1966 году. Первоначально он назывался «Лесной», так как он находился по тени зелёных крон. Но первые орлята дали лагерю другое название – «Комсомольский». Меняются времена, поколения, идеалы. Но название лагеря остаётся прежним, ведь в «Орлёнке» уважают историю и бережно хранят накопленный опыт. Орлёнку уже 55, а он не перестаёт дарить радость детям и учит их быть неравнодушным к своей родине. Медиа «Волна» собрала в «Орлёнке» юных корреспондентов, детских редакций и студий. Участники «Медиа-Волны» познакомились с особенностями телерадио и печатной журналистики и побывали на мастер-классах. Во время фестиваля во Всероссийском детском центре «Орлёнок» гостили звёзды российской эстрады и кино, знаменитые телеведущие, такие как Шенрик Евгений Демьянович, сотрудник Федеральной службы безопасности Российской Федерации, полковник, осадник Максим Сергеевич, член Международной ассоциации спортивной прессы, Глоба Тамара Михайловна, современный российский астролог, Широков Сергей Сергеевич, режиссёр-постановщик телевизионных передач, Гребенчиков Михаил Вячеславович, российский певец, актёр и диджей и многие другие. На «Медиа-Волне» в «Орлёнке» побывали и мы, телерадиокомпания «Крымский экран», детская школа телевидения «Фабрики звёзд». За эти пять дней произошло много новых встреч и знакомств. Ребята окунулись в профессию журналистики с головой, выстроили планы на будущий учебный год и наметили встречу на рождественские каникулы во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Соня, ты любишь с Рубейдом? Конечно, мне бы сейчас хотелось чего-нибудь такого, чтобы дух захватывали. Я, кажется, знаю, что тебе нужно. У нас в Крымске есть такое место, сейчас увидишь. В городе Крымск появилась новая скейт-площадка. Её открытие было запланировано 1 июня, так как 1 июня – это день защиты детей. На скейт-площадке вы можете одновременно и отдохнуть, и заняться спортом. Если у вас дома есть ролики, скейтборды или велосипед, то эта площадка ждёт вас. Светлый праздник, День защиты детей, ознаменовался в Крымске бурным событием – открытием новой скейт-площадки. Старую в центре города пришлось закрыть из-за непригодности. Теперь новый большой скейт-парк радует юных экстремалов в районе 25-й школы по улице Свердлова. К счастью, маленьких крымчан не было предела. Красную ленту ребятам помог разрезать глава муниципального образования Анатолий Разумеев, который под звуки гимна молодёжи «Кубани» первым проехался на велосипеде по новой площадке. Радостью открытия площадки крымские экстремалы поделились с корреспондентами школы телевидения. Какие у тебя впечатления о торжественном открытии этой площадки? Ну, это хорошо, что все дети начнут кататься, и это будет классно. А ты будешь посещать эту площадку? Конечно. А как часто? Каждый день, наверное. Она новая, обновлённая, стало намного больше трамплинов. Множество скейтеров, роллеров, велосипедистов со всего города и района сразу же заполнили площадку. Но экстрим – дело опасное, поэтому в новом оздоровительном комплексе обязательно должен быть дежурный медицинский сотрудник. Наш корреспондент Алексей Ершов уточнил этот вопрос у главы муниципального образования Крымский район Анатолия Разумеева. Скажите, пожалуйста, кто-то будет следить за пребыванием детей и контролировать безопасность занятий? Обязательно, действительно, на этой площадке, если ты обратил, Алексей, специально оборудованное место, где будет находиться медицинский работник, будет находиться спортивный инструктор, которые будут следить за тем, чтобы ребята приходили на эту площадку и занимались спортом, при этом, безусловно, исполняли мероприятия по личной безопасности и приходили на площадку со средствами защиты. О своём восторге Крымская экстрим-молодёжь будет говорить ещё долго, как и о словах благодарности за новую площадку. Здесь не центр, здесь более спокойное место. Я думаю, для подростков, для детей, которые занимаются вот этим видом спорта, это просто изумительно. Молодцы! Спасибо за площадку! Соня, мы в эфире. Ты что, забыла? В свободную минуту люблю послушать хорошую музыку. Что в твоём понимании хорошая музыка? Выжигательная, ритмичная. Короче, та музыка, которая не даёт скучать и поднимает настроение. Именно такая музыка звучит для нас в центре города на дискотеке. Да, кстати, дискотеку обещают проводить регулярно. Соня, может, в завершении передачи поделишься своей любимой музыкой с нашими телезрителем? Да, конечно. Музыкальный привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА